как вообще можно использовать мировоззрение материя информация мира какие могут быть последствия его использования я вожу в экскурсии по санкт-петербургу и ходя по музеям там висят зеркала и которым там по 200 лет по 150 лет в этих зеркалах скажу и них есть такая особенность там серебро начинает расслаивать есть такое поверье что сколько отражений там допустим от горящей спички вы видите блеклых таких отражений столько поколений людей смотрелось в эти зеркала и я говорю что вот по идее в это зеркало смотрелся много людей эти люди так или иначе поменяли ту информацию которые которые вот содержатся в этом зеркале вообще если исходить из мировоззрения материя информация мира на каждом предмете на каждом человеке отражается все что с ним происходило на человеке это шрамики поэтому шрамы вы можете определить когда с ним что-то случилось что с ним произошло чего и так далее то есть все это так или иначе записывается куда выросла хиромантика и прочие такие физиогномика это попытка изучить прошлое человека по изменяющей по его мере или там можно назвать матрицы которая отражается в руках или на лице точно так же с предметами любой предмет содержит себе всю информацию что с ним происходило то есть меняется его порядочность после взаимодействия с чем-то можно определить кто сидел на этой скамейке на одних предметах наверное это будет лучше других хуже я вот думаю лично что зеркала это один из таких предметов на которых достаточно хорошо какая-то информация записалась другой вопрос что нет инструмента которым можно эту информацию считать а если нет инструмента это начнет ученого у которого мировоззрение соответствует и он соответственно пытается найти способы исходя из своего мировоззрения вот так именно взаимодействие с предметом в этом роль мировоззрение чем важно что каждый предмет то как мы будем с ним взаимодействовать зависит от нашего мировоззрения одно мировоззрение одни способы его и вероят вероятные исходы взаимодействия другое мировоззрение другие я думаю что появится прибор с помощью которого можно будет считывать информацию с предметом есть у меня подозрение что некие орденские структуры они это как-то понимали поэтому хранят разнообразные артефакты и человечество всегда очень как-то бережно относится предметам древности это не проста я думаю что в какой-то момент появится такой прибор мы с вами будем смотреть совсем другое историческое кино это будет просто скорее всего уже трехмерное какая-то графические изображения реального петра первого вот как он там сидел что он делал и там режиссура этого кино это будет ну грубо говоря выборка из всей его жизни там одного человека или группа людей каких-то вот реальных моментов и их монтаж фильм это историческое кино будет таким это будут такие монтажи разнообразных событий реальных какие происходили с людьми в этом смысле ну очень многие вопросы будут решены то есть исторические найдешь просто артефакт все вопрос уже решен все происходило на дерьте найди предмет который был в этот момент у этих людей ты сразу получишь реальную картину того что происходило никаких там споров историков они просто идут в прошлое но и в то же время предметах отражается и будущее какая-то возможное вероятное будущее в этом смысле там по интернету же ходят такие ролики о том что есть там приборы которые можно увидеть некое вероятное будущее я думаю что ну может прибор таких нет люди как минимум сами могут смотреть свое будущее не только свое это не человечество и предсказатель там достаточно много всегда появлялась в человечестве но я думаю что и приборная вполне достижимо таких при с точки зрения мировоззрения три единства материи информация меры это совершенно реальный процесс другое дело что надо думать именно в этом ключе и тогда сможешь найти этот прибор я хочу адресовать всем исследователям чтобы постарались кто вот этим занимается какой-то в этой сфере там технической попробуйте создать такой прибор этот прибор изменит мир очень капитально в какой-то мере это же пытались отразить фильмах там типа особое мнение просчитывание этой матрицы будущего что будет происходить какой-то мере пытались это вот скажем так раскрыть но это я думаю что будущее преступности сменится преступником чтобы сделать преступление надо будет уничтожать все предметы которые вокруг них были или там делать их не читабельными да и более того делать не читабельными предметы с помощью которых они сделали эти предметы читаем то есть преступность станет совершенно бессмысленной таком если будет такой прибор который считывает информацию напрямую с предметом все очень простится вопрос тихо будет руках а вот вот еще это очень важно все эти технологии они не будут даны людям возможность их открыть не будет дана людям пока их нравственность не достигнет какого-то уровня которым на котором можно позволить открыть такие технологии в этом отношении я думаю что такой прибор не появится раньше того как человечество дойдет до какого-то уровня нравственного развития очеловечивания так что а то сегодня конечно это может быть боком выйти многим пообещай что сердце не остынет я вижу тех кто поддерживает наше мнение хорошо мы имеем с ними те же самые стремления ну вот и хорошо действительно быть человеком это самое важное